Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. И действительно, в 10 областях у нас ввели военное положение. И в связи с этим вы, наверное, спросите, как у нас здесь жизнь в таких вот областях, как Одесская, потому что я живу в Одессе сам, и что поменялось после того, как действительно было введено военное положение в нашей жизни. Я хочу сказать, что в принципе не поменялось ровным счетом ничего. Как полиции не было на улицах, так ее и нет. Как не было никаких военных, никаких постов, ничего не поменялось. Это вы должны понимать, если вы спросите, как у нас здесь жизнь в Одессе, в той области, где введено военное положение. В интернете бытует мнение о том, что военное положение введено в тех именно областях, которые не поддерживают нашего президента Петра Порошенко на выборах и не поддержат его. А, например, в западных Украинах считается, что там его поддерживают и будут поддерживать. Ну, для меня это, честно сказать, вообще непонятно. В том плане, что евробляхи в основном пользуются все-таки на западной Украине, и там все время въезжают-выезжают. А с теми террором, с теми этими законами, которые были введены против них, я не знаю, конечно, кто там за него проголосует. Действительно, в указе президента отмечается, что могут быть ограничены некоторые конституционные права. Например, статья 30, 31, 32, 33, 34 статьи Конституции. Это те статьи, например, где написано о том, что нам гарантируется неприкосновенность жилья, недопустимо вмешательство в нашу личную жизнь, по поводу того, что мы имеем право собираться на какие-то митинги, собрания, свобода того же передвижения по территории Украины и многие другие наши конституционные права, которые, я считаю, как юрист, у нас являются неотъемлемыми. Вы, конечно, спросите меня, а что же на практике, что на самом деле? Действительно ли эти права будут ограничены? Я сейчас постараюсь ответить на наиболее распространенные вопросы и даже возьму два вопроса, которые набрали достаточно много лайков под моим прошлым видео по поводу военного положения. Василий Москвич пишет, все граждане Украины отправляются на фабрику Рошен, пока на месяц. Что я хочу объяснить, никакой трудовой подвинности нету и, я думаю, не будет. В ближайшее время нас не заставят нигде работать, ни на каких там предприятиях. Сан Саныч спрашивает, а коммунальные платежи не отменятся на этот период? Да, вопрос действительно очень хороший в плане коммунальных платежей, но, к сожалению, их не отменят, нам их платить придется, несмотря на военное положение. Хотя действительно очень бы хотелось, чтобы мы их на это время, хотя бы на этот месяц, нас государство освободило и сделало нам амнистию от коммунальных платежей. Какие же еще вопросы я выбрал, чтобы ответить? Вот, например, многие меня спрашивают, можно ли будет в это время выехать за территорию Украины, заехать на территорию Украины и все такое. Да, это будет сделать, я думаю, возможно и легко. Для того, чтобы наверняка узнать, есть ли у вас запрет на выезд за территорию Украины, я советую посмотреть два моих видеоролика, ссылка на них будет в описании к данному видео, по поводу того, как проверить запрет на выезд из Украины. По поводу банковских переводов, будут ли какие-то ограничения или нет. Нет, никаких ограничений не будет и, я думаю, ничего не поменяется. Стоит пользоваться переводами, ничего не поменяется. По поводу депозитов тоже меня спрашивали, забирать депозиты из банка или нет. Я думаю, что забирать депозиты из банка будет нецелесообразно, стоит их там оставить и особо за это не переживать. Хочу заметить, что, конечно, возможно мобилизация, и это подразумевает военное положение под собой. Как это будет происходить, кого будут мобилизировать, пока на сегодняшний день непонятно. Если появится какая-то открытая информация в источниках в интернете, я обязательно об этом запишу отдельное видео и расскажу. На сегодняшний день этот вопрос непонятен, но мобилизация должна быть. Мое мнение, что никто не будет ни у кого отбирать жилье, отбирать последнее, забирать какие-то банковские вклады, нарушать как-то ваши права, кого-то к вам подселять и все такое, такого, друзья мои, не будет, я более чем в этом уверен. Конечно, давать прогнозы это неблагодарное дело. Например, Гена Балашов, которого я иногда смотрю, дал свой прогноз, что военное положение не введут и все такое, а все, как у него всегда обычно бывает, получилось точно так, но только наоборот. И военное положение ввели, хотя он потом, конечно, пытался оправдаться, что все-таки в Киев его не ввели, я же сижу в Киеве, а там, где ввели, то и ввели, говорится. И, в принципе, ничего не будет и не считается. Хочу все-таки попробовать дать свой прогноз на данную ситуацию. Думаю, что если не будет никаких обострений, связанных с этим конфликтом с Россией, то ничего особо не изменится. Будет ли продлеваться военное положение в том виде, в котором оно есть, я, честно, хочу сказать, не знаю. Для того, чтобы его продлевать, президенту уже не надо согласия Верховной Рады, он может сам по своему усмотрению его продлевать. Друзья, я специально записал отдельный видеоролик, где попросил вас задать мне вопросы, а те вопросы, которые вам понравятся, поставить под ними пальцы вверх. Поэтому я хотел бы попросить вас под данным видеороликом, в описании будет данное видео, перейти, посмотреть вопросы людей и проголосовать за ними лайками, либо написать какие-то свои вопросы, которые вам интересны, чтобы я на них ответил в отдельном видеоролике. Ссылка на видео с вопросами будет в конце данного видеоролика. Если данное видео понравилось, вам пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.